Всем привет, с вами Юмилька, вам понравилась моя прошлая реакция на Родина, поэтому давайте смотреть его еще. Новый видосик, типичные ошибки в отношениях с тянками, ну и конечно же я поделюсь с вами своим экспертным мнением, да, в этом вопросе. На телеграм не подписался? Девственником остался. Давайте смотреть. Добро пожаловать на кровавую арену смерти. Должны вы устраивали эпичные сражения. Окей, спасибо. Здарова киборги, с вами рэпер смерти. Недавно я посовещался за чашечкой смачного чефира со своим кентом и дедом Банфуцием, и вместе мы решили донести до вас до шкилы самые типичные ошибки, которые совершаются при общении с тянками. Некоторые мыслители могут сказать, что общение с тянкой это и есть ошибка, но если бы Банфуци тоже так думал, он бы не поменял винду тысячу раз. Итак, в данном видосе вы узнаете, какие ошибки совершают молодые зумеры при общении с тянками, как в интернете, так и в жизни. Однако, в основном, в наше время новые знакомства заводят в интернете все-таки. А вот во время... Когда ты знакомишься с тянкой в интернете, самое главное, чтобы она вообще была тянкой. На моей молодости мы с викингами тусовались по разным селухам и меняли винду всем подряд тянкам. Кто больше? Главное на таких тусовках не подхватить от тянок какую-то заразу и не отправиться флексить в Вальхаллу. О, баш! Выставляя себя кем-то другим. В принципе, когда ты выставляешь себя как внешне другим человеком, так и характер свой пытаешься изменить, показывать себя лучше, чем ты есть и врать человеку, со временем он начнет чувствовать что-то неладное. Или когда вы увидитесь в жизни, он поймет, что ты немножечко что-то недоговаривал. И отношение у девушки к такому вот парню, оно попросту будет уже не таким, каким было изначально. Может быть даже и такое, что если парень собрал о чем-то жестком, то девушка, узнав то, что это неправда, может вообще перестать с ним общаться и дружить, и разорвать как-либо отношения. Поэтому лично я считаю, что лучше быть не идеальным, не совершенным, но самим собой, чтобы потом, когда у вас ваши отношения начали развиваться, человек не был разочарован, чтобы он знал, с кем он общается, и чтобы он был морально готов к тому, что будет сближаться вот с тобой, с таким, какой ты есть, а не с каким-то человеком, образ которого ты создал благодаря своей лжи и каким-то приукрашиваниям. Вторая ошибка – быть, так скажем, клоуном и заводить клоунаду, то есть пытаться как-то нелепо шутить и заниматься клоунадой в надежде также произвести впечатление. Особенно если вы не умеете шутить, лучше не надо. Ой, ну иногда я знаю, что такие парни наоборот нравятся девушкам. Обладать чувством юмора, конечно, нужно, и порофлить иногда уместно, но если переборщить с клоунадой, тянка подумает, что вы фрик походу, и винду менять с вами не захочет. Однажды мой кент Джеки Чан сказал, точнее Брюс Ли, он сказал, нужно не 10 тысяч ударов знать, а надо 10 тысячам тянкам написать, и тогда поймете, как нужно общаться. А до этого момента совершается третья ошибка, она называется дефолтный чел. То есть вы тупо пишите по шаблону, привет, потом как дела, потом что делаешь, потом как настроение, и такие вопросы каждый день. И это, блин, ужасно, даже не в общении с противоположным полом, а в целом, вот когда ты хочешь завести друзей, когда ты пишешь, привет, как дела, что делаешь, как настроение, уже становится не по себе. Можно написать, привет, как ты, как у тебя с тем-то, тем-то, что у тебя с тем-то, тем-то, я видел то-то, то-то, задавать какие-то наводящие вопросы. Ну не, привет, как дела, что делаешь? Обычно такие вопросы задают многие новички, которые не умеют общаться с тянками. Да и в целом с людьми, неважно, с тянками, не с тянками, но когда ты пишешь, привет, как дела, что делаешь постоянно, сразу понятно, что что-то тут не чисто, и либо человек вообще не знает, о чем с тобой говорить, либо он в целом не умеет общаться с людьми. У меня с этого прикипает, потому что очень давно у меня была открыта личка ВКонтакте, и вот процентов, наверное, 90-е этой лички было в сообщениях, привет, как дела, что делаешь? И действительно, поначалу я старалась отвечать таким людям на их вопросы. По итогу разговор просто заходил в тупик, буквально на следующий день или через несколько дней эти люди снова мне писали, привет, как дела, что делаешь, и разговор дальше, ну, никак не шел. И у меня с тех пор вот с этого очень горит. Поэтому тянки не особо горят желанием на них отвечать. Лучше придумать что-то оригинальное. Некоторые челики также любят устраивать, так скажем, допросы, по типу, чем увлекаешься, сколько лет, есть ли парень, откуда ты, винду менять хочешь, чё помотеши задали, и так далее. Вершиной мастерства от Банфуция это сделать так, чтобы тянка сама тебе написала, или хотя бы обратила внимание. А как это сделать? Ни охуя знаем, блядь. Тут уже каждый думает сам. А где совет бывалого мужчины? Я тоже, если честно, не знаю, как так сделать, чтобы тянка сама тебе писала. Наверное, показаться интересным собеседником, как-то заинтриговать. Это постоянно жаловаться тянке на свои проблемы, а также ныть и выпрашивать общение, так сказать. Возможно, из жалости тянка и ответит, но винду менять не захочет. Если вы постоянно находитесь в депрессии и крайней степени тяжести? Нет, ну есть девушки с синдромом спасателя, и может быть такая тянка и клюнет на подобного парня, но если чел всё время ноет, вот никакого просвета нет в этом царстве тьмы, туч и дождя, то такого человека в целом тяжело выдерживать. У меня тоже бывают такие моменты, когда я вот сижу, ною-ною, ною-ною, я смотрю на себя со стороны и думаю, Юля, ты чё делаешь? Хватит, остановись! И мне кажется, в целом, это очень плохая привычка в общении. Конечно, если ты с человеком близко общаешься, и у тебя есть то, что тебя гложет, то, что вот скребёт твоё сердечко, и то, что тебя беспокоит, можно выговориться человеку, но если он готов на самом деле выслушать тебя. А когда парень давит, тем более девушке, на жалость, выпрашивая с ней общение, это ужасно. Я знаю случаи, когда один парень заставлял девушку испытывать чувство вины за то, что она ему не отвечала, потому что у него жизнь ужасная, он хочет вообще русском надзорнуться, и вот она единственный лучик света в его жизни, при том, что они даже друзьями ослабо не были, ему не отвечают. Этой девушке было максимально дискомфортно, она действительно испытывала чувство вины, и затем она просто перестала с ним общаться. Зачем общаться с человеком, который постоянно угрожает тебе, что сделает непонятно какие вещи с собой, из-за того, что ты просто ему не отвечаешь. И эта тактика самая мерзкая и самая отвратительная. Если у тебя действительно есть такие мысли, то обратись еще к психологу. Зачем писать это бедной девушке? Это просто типичная манипуляция ради того, чтобы сыскать жалости от этой девушки. Ну и к хорошему ни к чему это абсолютно не приведет. Многие относятся к этому равнодушно и нейтрально, но если вы не уверены в том, что тянка нормально отнесется к матюкам, то лучше и не матюкаться, как сапожник пожилой. Ну есть на самом деле разные девушки, кто-то к этому нормально относится, кто-то не очень. Я знаю девчонок, которые вообще не любят, когда кто-либо матерится, неважно там парни или девушки. Так что нужно понимать и чувство человека, с которым ты стараешься завязать общение. Здесь все индивидуально. Так, быть на очке. Это как понять? На очке. Если вы явно нервничаете, боитесь все испортить, тупите, то это не лучшее явление в общении с тянками. Кстати, в нашей вселенной есть один прикол. Если вы боитесь, что вы потеряете тянку, с которой общаетесь или даже уже встречаетесь, и делаете все возможное, чтобы она от вас не ушла или не перестала с вами общаться, угадайте, что будет, она уйдет или перестанет с вами общаться. Однажды я ходил по китайской стене, и мой дед увидел меня и сказал «Здравствуй, рэпер смерти, запомни мои слова. Если тянка действительно твоя, то она не уйдет от тебя. А если и уйдет, пусть идет ко мне винду менять». Еще одна ошибка в общении – хвастаться или по-нашему по-колхозному понтоваться. Чем угодно, хвастаться своим финансовым состоянием, своей машиной, своей битухой, размерами своей катаны. Всем этим вы вряд ли произведете впечатление на тянку. Хотя, если вы наткнулись на содержанку, которая готова с вами менять винду время от времени за новый айфон, то тогда произведете впечатление. Ну, это уже зависит действительно от того, какую именно девушку ищет парень. Если он хочет, чтобы она купилась только на его деньги, то это самая лучшая тактика – понтоваться своим баблищем. Но если он хочет найти нормальную девушку для нормальных, долгих, приятных, комфортных отношений, то это глупо. Частые звонки без повода. Если постоянно навязчиво звонить тянке просто по приколу, если пытаться заполнить собой всю жизнь тянки, не давая ей свободно дышать, то, возможно, в итоге вам придется единственное, что заполнять, так это теги в строке поиска на оранжевом ютубе. Также помните, что тянка – это сложный организм, особенно шкила, и от нее можно ожидать что угодно. Также помните, что у тянок часто могут быть перепады настроения, посильнее, чем зимний дрифт. Также помните, что среди тянок могут встречаться такие, с которыми любое общение затруднительно, и тут ничего не поделать. Также помните, что лучше бупса в руке, чем эс на горизонте. Также помните, что на моем бусте вы можете подписаться и заценить видосики про смену винды, и не только. Подписывайся, если ты новичок, ставь лайк, если ты уже смешарик, оставляй коммент, если ты пожилой воин. Кстати, я сейчас же не врача, бруточная, совсем забыла. А кто они, между прочим, видос? Вверх мой красный сет, у белых всех, у них в башке один поясок. В целом, я согласна с Роузеном, и самое главное, вообще, мне кажется, в общении с людьми, и не понимать, что это отдельный человек, отдельная личность. Если у тебя раньше были отношения с девушками, и вот у тебя был некий шаблон, которому ты постоянно следовал, то вот эта самая девушка, которая сейчас тебе понравилась, к ней этот шаблон может быть попросту неприменим. И если ты будешь использовать какие-то шаблонные ходы и подкаты к ней, ее это может, наоборот, от тебя оттолкнуть. Ты должен прочувствовать этого человека, чем он живет, чем он дышит, что ему интересно. Так что, если тебе нравится какая-то тянка, то желаю тебе удачи. Если смотрят видосик девчонки, то пишите в комментариях, что думаете по каждому пункту, который упомянул Роузен. Ну а с тобой была Юмилька, надеюсь, вам было интересно посмотреть это видео с моим экспертным мнением. И всем пока, до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok